Самый русский из всех русских народных инструментов, балалайка, как нельзя лучше обрамляет новую выставку в историко-краеведческом музее. Не только в его стенах, но и вообще в Щелкове впервые экспонируется русский лубок. Если быть точнее, современная его интернация. Автор экспозиции, художник-график, преподаватель Абрамцевского художественно-промышленного колледжа Людмила Ермилова. Уникальные, самодухные работы, которые нас сегодня окружают. Такое впечатление, что мы попали в сказку. Наверное, Людмила Григорьевна видит именно такие сны, которые запечатлевают на картинках. Цветные, наполненные, как она сама была, смыслами, умными, правильными фразами. И той размеренностью, которой сегодня так всем нам не хватает. Лубок – старинная русская народная гравюра. Традиционно рисунок вырезали на деревянной плоскости, делали оттиск и раскрашивали. Резали обычно мужчины и раскрашивали женщины. Людмила Ермилова занималась классическим рисунком, а к лубку пришла довольно поздно, в 40 лет. Руководитель ее творческого объединения говорил, что ее поезд ушел, но она догнала. За год освоила непростую лубочную технику. Она позволяет, в отличие от рисунка академического, который я преподаю, шалить, делать разные масштабные, выделить главное, можно цветом выделить это. И, то есть, отступить от классического понимания рисунка и поиграть с персонажами, что-то выделить. Могу сделать рыбки большими, могу сделать большого петуха. Мне не важно. Мне важно, чтобы мысль, которая живет во мне, ее зритель прочитал. Эта мысль говорит о том, что нельзя забывать историю, нельзя забывать традиции, потому что мы выросли на них, и это мы должны ценить, как ценим маму и папу свою, своих родителей. Людмила Ермилова впитала лубочные традиции, правила, но ее работы – это ее собственный взгляд на жизнь, собственный вид графики, говорят специалисты. В работах много цитат ее любимых писателей. Привлекает внимание картина под названием «Высоцкий», наполненная словами из песен Великого Барда и их иллюстрациями. «Высоцкий» меня попросили сделать эту картинку. Я говорю, нет, я далека от этой темы, это такая сложная тема. Но когда я стала больше читать о Высоцком, читать его стихи, я прониклась вот этим вот его пониманием мира, его пониманием войны. Художница работает не только с традиционным деревом в технике ксилографии. На выставке представлены заготовки, выполненные на линолеуме, основа линогравюры. Это даже не совсем линолеум, не художественный линолеум, это мармолеум. Это постилают в физкультурных залах экологически чистый материал, но он очень мягкий. И каждый год мне привозят 10 метров этого мармолеума, я заказываю, его делают в Голландии. Вторая часть экспозиции – деревянные резные изделия, детские игрушки. Это совместное творчество Людмилы Григорьевны и ее ныне покойного супруга Василия Алексеевича. Василий Ермилов считается одним из ярких представителей Абрамцево-Кудринской резьбы. Он развил основы промысла и создал свой особый ермиловский стиль. Об этом рассказала друг семьи, художник-реставратор Анна Андрианова. Недавно она издала каталог их работ. То, что соединяет, скажем так, их, это игрушка, которую они сделали. И вот в центре книги это такая вкладка, где рассказывается о их игрушке, которую резал Асида Алексеевича, и мы будем расписывать. Это совершенно потрясающе уникальная находка. Да, я так смело дала эти игрушки названиями Миловской. Ну, посмотрим, история расставит все на своих местах. Людмила Ермилова – мама, бабушка, преподаватель. Но на творчество время тоже находится. Гости выставки, горячие поклонники ее таланта, желали ей еще многих лет активной творческой жизни. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok